Привет всем, меня зовут Евгений и это первый видеоурок, посвященный GrossGrade. Сегодня мы рассмотрим основные понятия и принципы работы в программе. Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы четко понимали, что текущая версия программы ранняя бета. Это значит, что программа совсем молодая и большая часть функционала все еще в разработке. Кроме того, существующая часть уже в ближайшем будущем может претерпевать изменения, поскольку архитектура внутреннего устройства программы все время улучшается. К сожалению, это может отражаться на функционировании проектов, которые создавались в более ранних версиях программы. Это просто следует учитывать. Итак, основное предназначение GrossGrade это цветокоррекция изображений, а в будущем и видео, а также перенос или обмен цветокоррекции между GrossGrade и другими сторонними приложениями. На данный момент это реализовано с помощью поддержки различных форматов файлов 3D LUT. Но важно также понимать, что GrossGrade — это не только инструмент или набор инструментов для цветокоррекции или анализа, но это еще и среда для разработки ваших собственных инструментов, рассчитанных на ваши конкретные, возможно, неординарные задачи. Сейчас мы увидим, почему и как это возможно. Перед нами так называемый модуль, который я загрузил в GrossGrade из файла. По сути, это некий комплексный инструмент цветокоррекции. Он выполняет вполне определенные функции, а именно, регулирует цветовой баланс изображения отдельно для участков изображения, имеющих разную яркость. По умолчанию это тени, средние тона и света, но мы можем задать любые диапазоны яркости по своему усмотрению. На самом деле довольно обычный инструмент, но что здесь есть необычного? Необычное начинается, когда мы нажимаем на кнопку «Правка». И теперь мы можем разобрать данный модуль на отдельные составные части, так называемые визуальные компоненты, изменить их свойства, поведение, взаимосвязи, удалить или добавить новые компоненты. Тем самым мы можем изменить данный модуль до неузнаваемости и создать из него совершенно другой инструмент, выполняющий совершенно другие задачи. Мы также можем начать создание своего собственного модуля с чистого листа. Для этого создаем набор необходимых компонентов и задаем необходимые взаимосвязи между ними, определяющие, как компоненты будут взаимодействовать друг с другом и с конечным пользователем. На панели конструирования каждый отдельный компонент имеет свою ноду, то есть узловой элемент. Ноды компонентов связываются друг с другом через входные и выходные порты. Порты имеют несколько разных типов, каждый из которых имеет свой цвет. Таким образом, все ноды компонентов соединяются в единый граф обработки. И вся эта связка как раз и определяет поведение нашего модуля, то есть вот этого конечного инструмента цветокоррекции, с которым мы будем работать над изображений. Конечно, для создания собственных модулей в Грузгрейд необходимо иметь достаточный опыт и хорошее понимание тех типов данных, которые передаются по взаимосвязям между нодами компонентов. Пользователь, не имеющий такого опыта, может работать только с готовыми модулями. К сожалению, на момент создания данного видеоролика библиотека модулей, поставляемая с программой, небогата. Поэтому на данном этапе остается самый простой вариант – работать не с модулями, а с отдельными компонентами, доступными на палитре компонентов. В качестве резюме можно сказать следующее. На данном раннем этапе своего развития Грузгрейд содержит мало реализованных компонентов и еще меньше модулей, созданных на их основе. Но сильная сторона Грузгрейд в том, что разработанная архитектура приложения позволяет предположить, что в будущем будут появляться все новые и новые компоненты. Вместе с этим количество модулей, которые можно будет создавать на их основе, может расти в геометрической прогрессии. При запуске Грузгрейд мы видим практически пустые окна, а на боковой панели слева находится палитра доступных компонентов, из которой мы можем выбирать нужные компоненты для добавления в текущий модуль. На настоящий момент, как мы видим, модуль пуст. На панели конструирования всего две ноды – это вход и выход процесса обработки. Чтобы создать визуальный компонент, необходимо дважды кликнуть на его название в палитре компонентов, чтобы выделить его, а затем кликнуть в нужном месте на панели визуализации. В данном случае мы создали компонент 3D LUT. Мы также видим, что на панели конструирования появилась нода, соответствующая созданному нами компоненту. Переходим в режим правки с помощью кнопки «Правка» для того, чтобы мы могли изменять размеры и свойства визуальной части компонента. В режиме правки мы не работаем над цветокоррекцией изображения, а мы работаем над созданием или редактированием нашего текущего модуля, то есть инструмента, с которым мы будем работать над цветокоррекцией изображения. Итак, мы располагаем наш созданный компонент нужным образом. Теперь мы можем добавить дополнительные компоненты. Например, нам хочется перед цветокоррекцией с помощью 3D LUT сначала скорректировать баланс белого. Для этого подойдет компонент Color Wheel. Выбираем его двойным кликом, после чего кликаем на панели визуализации. Корректируем его размер и положение. Смотрим на панель конструирования и видим, что нода компонента Color Wheel была автоматически вставлена после ноды компонента 3D LUT. Чтобы поменять эту последовательность, разрываем текущую связь и вставляем ноду в нужном месте. Теперь обработка будет происходить сначала в компоненте Color Wheel, а потом в компоненте 3D LUT. Мы уже можем сказать, что создали элементарный модуль в Growth Grade. Попробуем поработать с ним. Отключаем режим правки. Загружаем некое изображение. Регулируем баланс белого. Делаем некую цветокоррекцию на сетке 3D LUT. Окей. Представим, что мы в восторге от созданного нами инструмента и хотим сохранить его для использования в своей будущей работе. Для этого заходим в меню и выбираем «Сохранить модуль как». Готово. Теперь очистим текущий слой и попробуем загрузить в него сохраненный модуль. Заходим в меню и выбираем «Загрузить модуль». Как мы видим, в файл модуля были сохранены также и все текущие настройки компонентов. Обычно нам это не нужно, поэтому сбросим все текущие настройки кнопкой «Сброс», расположенной на небольшой панели инструментов в верхнем левом углу. Мы видим, что все компоненты модуля сбросили свои текущие настройки. Теперь, с учетом этого обстоятельства, сохраним модуль заново. Продолжаем экспериментировать. Создадим компонент «Сопсат». Это компонент, позволяющий поканально изменять значения «слоп», «офсет» и «пауэр», то есть наклон, сдвиг и кривизну, а также общий параметр «насыщенность». Если перейти к панели конструирования и щелкнуть правой кнопкой мыши на ноде данного компонента, то мы увидим контекстное меню, в котором доступны многие команды, направленные на выбранный нами компонент. К примеру, командой «Сброс» мы можем опять же сбросить текущие настройки, но уже для данного конкретного компонента. Команда «Рандомизировать» с регулятором степени рандомизации вносит случайные изменения в текущей настройке компонента. Команды «Загрузить параметры из файла» и «Сохранить параметры в файл» позволяют сохранить и загрузить текущие настройки конкретно этого выбранного компонента. Кроме того, у ноды компонента есть две небольшие кнопки, по нажатию на которые появляются меню, относящиеся к портам данного компонента. С помощью этого меню можно отобразить отдельные порты компонента или скрыть неиспользуемые порты. Чтобы связать порт одного компонента с портом другого, нужно нажать левой кнопкой мыши на внешний край порта и начать тянуть появившееся соединение. Мы можем связать порт с другим портом только в случае, если он имеет такой же тип. Мы видим, что порты, с которыми можно установить данное соединение, автоматически подсвечены белыми кружками. Несем соединение до нужного порта и отпускаем кнопку мыши. Соединение создано. Подробная работа с портами и данными, которые передаются через них, в данном видео рассматриваться не будет, поскольку это отдельная большая тема. В режиме правки у визуальных компонентов на панели визуализации тоже доступно контекстное меню, в котором есть некоторые вспомогательные команды. В том числе та же самая команда сброс для текущих настроек компонента. При запуске Gross Grade на боковой панели слева мы видим список слоев, в котором по умолчанию присутствует всего один слой. Данный слой содержит текущий модуль цветокоррекции. Попробуем загрузить какой-нибудь модуль из библиотеки модулей. Данный модуль загрузился в текущий слой, но мы можем создать дополнительные слои, в которые можно загрузить дополнительные модули и таким образом мы можем производить многослойную цветокоррекцию. Создадим еще один слой. Создался новый пустой слой. Пустой означает, что он содержит пустой модуль цветокоррекции, пустой инструмент. Мы можем вернуться к модуле предыдущего слоя, если выберем первый слой в списке слоев. Произведем некоторую цветокоррекцию. Вернемся ко второму слою и создадим на нем компонент 3D LUT. Теперь мы можем произвести цветокоррекцию на втором слое, дополнительно к уже существующей цветокоррекции первого слоя. Каждый слой имеет настройки, доступные через меню, которое раскрывается по нажатию на небольшой кнопке в виде троеточия. Здесь мы можем менять режим наложения слоя. Данные режимы соответствуют общеизвестным режимам, используемым в графических и видеоредакторах. Кроме того, имеется возможность полностью или частично исключить из обработки отдельные цветовые компоненты, такие как яркость, насыщенность, цветовой тон, красный канал, зеленый канал и синий канал. С помощью квадратных флажков можно полностью исключить данные цветовые компоненты из обработки. А с помощью круглых регуляторов можно плавно изменить степень применения обработки для каждого из них. Мы также можем изменить степень применения слоя с помощью горизонтального слайдера. Перемещая слайдер влево, можно частично или полностью до 0% погасить действие данного слоя обработки. Кроме того, если двигать слайдер с зажатой клавишей Shift, то можно принудительно усилить действие цветокоррекции данного слоя до 200%. Или ослабить до минус 100%, то есть добиться обратной инверсной цветокоррекции. Ну и если у нас есть слои, то, как мы привыкли, должны быть и маски. В Gross Grade предусмотрено три типа масок – растровые, векторные и вычисляемые. На момент создания данного видеоролика в программе доступны только растровые маски, то есть маски, создаваемые с помощью кисти. Создадим маску для второго слоя. Для этого есть небольшая кнопка. Мы видим, что в списке появилась маска и на текущий момент она выделена. Пока в списке выделена маска, панель инструментов содержит инструменты управления маской и кистью, которой мы будем рисовать нашу маску. По умолчанию создана маска, которая никак не влияет на текущий слой, поскольку она делает слой полностью непрозрачным. Теперь мы можем использовать кисть для создания отдельных прозрачных областей. Имеется в виду, что прозрачность этой области относится к цветокоррекции, заданной текущим слоем. То есть, когда мы делаем область маски прозрачной, мы исключаем эту область изображения из обработки цветокоррекции текущего слоя. У каждой маски, как и у слоя, есть набор свойств, доступных через меню маски. Здесь имеются режимы сложения маски с другими масками, если один слой имеет несколько масок подряд. Обобщим и подытожим основные понятия Gross Grade. Компоненты, модули и проекты. Компоненты. Это отдельные элементы из палитры компонентов, которые представляют собой неразделимые строительные блоки, из которых строится модуль. Модуль. Это инструмент цветокоррекции, собранный из группы компонентов, которые определенным образом связаны друг с другом. Обычно один модуль соответствует одному слою в Gross Grade, то есть каждый новый слой содержит отдельный модуль. Проект. Это все, что находится в данный момент в работе. Все слои с содержащимися в них модулями, с их текущими настройками, маски слоев, ссылка на исходное изображение. Все, что требуется для возобновления текущей работы с того самого состояния, в котором она была сохранена. А на сегодня это все. Благодарю за внимание. Продолжение следует...